Здравствуйте! Время новостей. О самых главных событиях города и региона прямо сейчас в студии Светланы Мулыкина. Смотрите в выпуске. В Плеханово сносят незаконные дома в цыганском поселении. По всем фронтам выходят на передовую лучшие исполнители песен Атули. Кто они? Сегодня в поселке Плеханово приступили к сносу домов на территории цыганского табора. Планируется демонтировать порядка 20 незаконных построек. В границах Плеханово в настоящее время находится 122 самовольно возведенных дома. На месте сейчас работают специалисты ресурсоснабжающих организаций, которые отключают дома от коммуникаций. Также за безопасностью следят сотрудники правоохранительных органов. Демонтаж производится по решению суда. Региональным управлением Федеральной службы судебных приставов были возбуждены исполнительные производства об обязанности жителей самостоятельно ликвидировать строение. Сотрудники ведомства неоднократно предупреждали их об этом. Впрочем, понимание необходимости соблюдать закон появилось далеко не у всех представителей табора. Напомню, в прошлом году для урегулирования ситуации в цыганских поселениях, расположенных на территории Тулы, по поручению губернатора Алексея Дюмина, был создан координационный штаб. Его возглавил глава городской администрации Евгений Авилов. Параллельно с этим была принята программа по благоустройству Плеханова. Она предусматривает ремонт дорог, в том числе пролегающих через цыганский табор. Кроме того, запланировано проведение в порядок дворовых территорий, контейнерных площадок, спортивных объектов. Позиция властей региона и города такова необходима таким явлениям, как незаконные строения и несанкционированные врезки, поставить надежный заслон, а Плеханова сделать образцом порядка и благоустройства. Дело в том, что данные незаконные участки, они не только не исполняют закон Российской Федерации, Тульской области, но и мешают развиваться в том числе и данному поселению, потому что, как правило, они находятся на местах, где должны пройти дороги, где должны пройти потепроводы. Это газ, вода, коммуникации, электрические столбы и все остальное. То есть они не входят в проект планировки данных территорий. Ровно месяц остался до дня города. Для нашего канала это особый рубеж, ведь именно этот срок остается у участников проекта по всем фронтам на подготовку к итоговому концерту. Второй сезон уже ставшего популярным музыкального проекта в этот раз посвящен песне «Матули». И в ближайший четверг в бой за симпатии телезрителей вступит уже вторая пара музыкальных коллективов. О проекте и других сюрпризах города далее. День города в этом году по традиции разделит Тулу на несколько развлекательных площадок. Тематика – год экологии, поэтому праздник планируют начать с флешмоба уборочной техники. Следом шоу «Русские богатыри» и фестиваль по силовому экстриму, в том числе женскому. День города в этом году совпадает с юбилеем Толстого, но найдется место и ностальгии по более поздним временам. На площади перед городским концертным залом состоится мероприятие «Все по-советски», посвященное юбилейной дате 40-летию Советского района, где будет организована выставка ретро-вещей, старых советских плакатов, фотографии артистов советского кино, фотографии улиц Советского района 70-х и 80-х годов, выставка пионерской атрибутики. Набережная Упы вновь превратится в молодежный парк. В 2017 году тут впервые будет проведен фестиваль фудтрека. Завершит вечер концерт, прорабатывается вопрос с участием воздушных шаров, а еще тулики увидит падающий с моста фейерверк. Музыкальным же центром гуляний станет концерт на площади Ленина. Большой сет на нем будет отдан финалистам проекта «По всем фронтам». Прямо сейчас заканчивается зрительское голосование за первого из них. В дуэли участвуют «Пламя дракона» и Михаил Белов. А я так рад, я искренне так рад, что в Евремове сажаю виноград. Все финалисты станут известны 31 августа. А пока каждый четверг на нашем канале вас ждет очередное музыкальное состязание программы «По всем фронтам. День города». На этом у меня все. Больше новостей найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова